всем привет новое видео сегодня запилю потому что иду на прогулку но наряд как не показать платье в стиле бога и босоножки хюрем слутан сверкающий сумочка у меня желтая сегодня сейчас на почту посылочку отправлю и уже налегке пойдем гулять пацанушки очень красивые мне совсем удобные они больше как шлепанцы тут знаете нога съезжает сначала на дело с последниками думала из-за последников так съезжает нет не из-за последников может быть к этому съездить кого щеку чтобы он что-нибудь придумал рассказать ему проблему прям съезжает и все нога назад а так они мне очень нравятся красивые турецкие тимуровцы чистят улицы по и стихи стихами заговорила без очереди взяли там такая чередища зашла на сайт почты россии сама оформила посылку ну габариты приблизительно потому что у меня с собой линейки не было а вес там весы есть я взвесила и все подхожу говорю у меня оформлено уже она все без очереди давайте по красота да красота и все и народ тогда и женщина спросила может все таки по очереди будете а и оператор говорит посылка оформлена поэтому без очереди сколько я там про бланну 10 минут потому что я немножко еще посидела и у меня терпение долопнуло я давай ее оформлять сама оказалось все легко и просто какую-то дорогу ровную укатали аж блестит все и опять в этот парк приехала понравился ну и в магазинчике пошариться вот прямо хочется чтобы нашем городе вот таких островков было как можно больше вот таких красивых зеленых ухоженных смотрите вот такой брусча . круто же ну круто а это что у нас тысячелестник розовый вот смотрите ну розовый даже в лесах встречается вот вроде полевой полевое растение но оно такое красивое пышное и листья и цветы он белый бывает розовый такой прям фуксия ой как хорошо сегодня так хорошо не жарко но наверно будет гроза ну и что промокну подумаешь класс сейчас в автобусе ехала автобус такой старенький и на колесо прям сел ну как бы место мое и подо мной там колесо это что-то это просто какой-то квест она так трясется у меня щеки аж вот так ходуном ходит весь автобус жал именно одно это место потом женщина вышла я пересела напротив на другое место и все мягко плавно ну и потом мы все стали наблюдать кто садится на это место не знаю какой то она такой жесткой твердое щеки трясутся у всех я думала только у меня нет всех садился сюда автобус просто ухахатывался я говорю раз растрясу все нажитое непосильным трудом хохотали все куда идем к маме идем сегодня созвонились не я уже коли заскочила ну подарочки и несу сейчас через сверху хожу смотрю тут какие-то с одной стороны елки почему-то красные зачем они так на солнце обгорели просто поджарились а шишек наверху сколько вы смотрите вот вот обгоревший так солнце палит здоровые абсолютно деревья что это с ними произошло но вот это ели а вот там лиственница она точно такая же красная это что такое так они еще опадать начнут если они сгорели то бедоложки конечно от них воли вон облетает красная это беденки чую это с вами смотрите а еще только середина лета вот это солнышко нынче термоядерная конечно надо в шляпки ходить и под зонтиком если деревья погибают так мамин сквер два шага и она тут лавочки фонарей фонтан сейчас отремонтирует он сейчас в ремонте мам до продавцы тебе скажут все что угодно чё она тебе скажет нет не берите арбуз потому что еще не время конечно не скажет ну сразу попробовать отрезал сразу-то не отравишься конечно у тебя тут герань герань цветет фиалочка цветет вот вам мама хотел маму видеть вот такие герани я высадила 4 штуки в штук ломбочку ага и привезла мне на или из из этого из пировска 7 штук посадила и там еще люди посадили и вот какая-то шваль все вот видела ты проходила мама ничего страшного вот за цветами дома ухаживая и нормально и без нервов тогда будет какие я тебе предлагаю забрать вот это вот который я срезала словно это меня приготовил рост все вот так в одну в одну вот я срезала но думаю с таком с таким срезом ли не сказать что вот видно его но он еще зарастет на все вот и я поэтому говорю горшочки новые земелька новая вот это все пересадила вот это уже как я срезала вот этим пошли вот а этот вот молодой это которая это верхушка он тоже не по дням а по часам начала расти ну вот этот маленький возьму ну я тебе говорю какой тебе понравится мама у тебя так хорошо без ковра и прохладнее и пара прохладнее чем с этим чем с ковром а мне руку отдали ковра а чуть выходить ну пальцы то болят у меня я поэтому мама ходи нормально все прохладно зато не жарко маме сказала ничего не готовь на картошке сейчас отворю я и говорю ничего не готовь я прям позавтракала хорошо дома нет все равно ну торгозик поел надеюсь все будет нормально это что такое это лимонный чай потом потом не забудь мне напомнить что я купила такое большое мороженое это и положила в холодильник а то у нас всегда получается скажу потом вы уйдете а я оп не мам я это если даже забудем это даже хорошо мне видишь как я стараюсь сейчас вообще не после обеда особенно сладкое ничего не есть но от арбузик поем тоже вода давай уговорю садись но творог я все-таки сделал мам я не хочу себе сделай себе сделай а мне не надо я не буду я прям металлу ложкой да я прям сытенькая мама смотрите какую сметанку деревенскую купила желтая ковры мы ее отдали в стирку вот уже давно стирают уже наверно больше недели прошло дома больше недели уже ковры тебе стирают там уже месяц да ладно мам да я сейчас проверю по телефону голодку но сейчас я проверю арбузы фрукты банана арбуз просто обалденный сладкий 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 привет вали привет спасибо вальте тебе тоже привет наверное ну приезжай только заранее скажи а то я утром слизму куда-нибудь понятно обниматься целеваться пришел обниматься целеваться рыжик пришел открыли дверь чтоб продувала он вышел коридор там все проверил все ли в порядке в его владениях султан сладенький и рыженький мальчик любименький вот такой халюсь халюсь к пригость к халюсь к пригость к он какой-то шелковый да шелковистенький ложись девочки спрашивали какие у мамы новые картины ну вот смотрите вот такую зиму нарисовала с оленями это знаете что за картина эта картина на полотенце я и подарила полотенце с оленями а она все это это маслом мама прицевала да все маслом вот так вот перри и начало мама олениха с олененком и зимний лес видно хорошо он был серый цвет а сейчас делала по-своему такое морозное прямо настроение зима зима а вот это другая издалека так вам покажу то мама обнаружила вот такую раму купила красивую и была картина такая картина ни о чем и мама нарисовала здесь вон эти копны эти сена две коровы пасутся речка вот это все дома больше ничего больше ничего пока ну вот и я вообще сказала что у тебя что-то нет настроение рисовать это тут две картины за бабашева там вам и тебе одна моя зрительница валентина из новосибирска привет передает она у тебя покупала картины вот и говорит что это ты ее спад сподвигла нарисовать картину тоже картину или картин а сейчас вот начала делать мне из пировска мухаммедзянов коля бересту дал я от сама ее до одури выдирала до мозолей ну и вот купила вот эти кругляшки вот теперь буду делать а это вот вот так до такой тонкости я ее выдирала вот такие вот штуки и и вот теперь начала делать а потом час я брошу а потом буду если настроение появится опять это донышко это крышечка тут все это обклею разрисую здесь сделаю но пробью рисунок у меня там такие всякие ножички да эти он приобретала в деревне не оставила и вот теперь хочу снова сделать что-нибудь рябину нарисуешь да нет или ветку рябины я у меня здесь вот маша подарила мне стульчик вот а я взяла нарисовала веточку рябины какая-то буреточка хорошая прям прелесть деревянная магазине покупала себе купила и мне вот такая корявая она и вот я ее потом вот это вот выдираю все стараюсь выдрать вот это все отрываю и вот до такой тонюсенькой и потом еще выдираю и выдираю и выдираю короче рукодельницы этот шкафы для рукоделия но это у всех рукодельниц так кто занимается рукоделием тот понимает о чем я порядка не бывает до дома в деревенских нет ну да у кого балкон у кого кладовки всех поражешь вам те тут цветок скоро зацветет цветок говорю скоро зацветет он уже у меня четвертый раз угадали вас там и вот тут да и он такой красивый белым этим тебе если хочешь поднима мне надо мне надо цветы за которыми не надо ухаживать финик растет да я вижу вижу потом пересадить надо пальма боюсь погубить ну тут ему тоже не место в такой напряженный мофты как хорошо посидели вам сейчас подружка придет может прогуляются немножко но сегодня жарко вот в тенечке здесь вот здесь сидеть где-нибудь на скамеечке можно такой чай мама заварила из травок вкусный зверобой белоголовник и смородина с собой дала такой травки очень я выпила наверно три кружки очень вкусный а зверобой он такой в сон клонит в общем иду такая полусонная девочки я дома вот мама дала смородину белоголовник и зверобой вот так разложу подсушу тоже будет чаек заваривать такой же как у мамы боже как мы сегодня с ней хорошо почаевничали я есть не хотела просто чай и арбузик так вот они подвянут тут подсохнут и потом сложу уже по баночкам все девочки прогулки отбой сегодня это просто жесть на улице опять пекло нет 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 я не выдержу такое вот мои василечки опять я их спекло убрала пока они не крепкие буду их беречь жарко им там на улице садовый центр давайте посмотрим что здесь продается это все в горшках продается 600 рублей еще 800 можжевельник девочки можжевельник лайм глоу горная позна вот здесь спридер наживельник такой береза плакучая ой какие красавицы ёлочки ой какие колючие жесть туя запах какой от них смолой пахнут шишечка на стыке у не обрабан твой обрабан 4000 большое дерево стоит холмстрап тоже 4000 просто иду в сады мечты смотрю тут открылся магазин вы говорите смотри кончики у нее желтые яркие такие неоновые а у этой голубые а это можжевельник это можжевельник ну-ка кстати тоже можжевельник пахнет ну чем он должен пахнуть тем пахнет но распиленное дерево пахнет сильнее в опилках растут в опилке посадили вот видимо кто-то недавно купил туя западная мистер боулинг болт смотрите она как шар действительно blue arrow голубой можжевельник смотрите какой красивый а тут шишечками лиственницы европейская вот так вот сверху вниз ну-ка ой какая мягкая шишки вверх лапы вниз а тут яблони яблони декоративные ух тут какой сад то огромный все можно купить золотой корень продается 350 рублей с ягодами что такое ягоды очень похоже на черемку сейчас написано где нибудь будет черемка декоративная ну-ка черемуха красный шатер точно черемуха уже скоро поспеет такие ягодки ива водопад 30 300 это что стоит что такое ива свердловская извилистая 30 тысяч 300 вот так вот купи она еще не приживется ух ты тут сколько всего гортензии есть гортензия это вообще моя любовь метельчатая 5100 вот такая вот метелка вся в цвету 4900 метельчатая тут она без цветков но она и приживется легче наверное а васильков я тут не увижу вот смотрите сейчас раз и васильки здесь полили видимо только что влажно тут гортензия древовидная я васильки посадила но я думаю они не зацветут это точно о это что смородина альпийская а можно можно ой слушать она сладкая смородина она же обычно кислая а это прям сладкущее береза карликовая смородина сладкая в ней даже доли кислинки нет сладкущее я ожидала сейчас поморщица поморщица а нет а это что у нас такое тоже что это за дерево клен клен геннала вот такие у него листочки как копья и это клен тоже вот я забрела но дачи нет чего-нибудь так купила чтобы обязательно дачи у меня нет и не предвидится а это что такое пузыреплодник калинолистный да листики кстати похожи как у листья как листья у калины а там что такое все в ягодных плодах яблоня яблоня какая-то ну чё не посадили вы для меня васильки вам же хуже вот тут а можно было они же неприхотливые взяли бы вот тут вот их киданули смотрите как много яблочек будет джон джоуни 2300 джон джоуни такое маленькое деревце все уже яблочках лайм монстра вегела лайм монстра 1400 лайм чуть лимоны на нем растет лайма такое это что у нас ирга наверно точно 2250 мама ерга просто такая плодоносная была ягодки ерга да ерга я честно говоря ергу не люблю хотя знаю что она очень полезная но хоть ягод поем у меня холодильник ломится от замороженных ягод так а это что орех манджурский такой орех учет и на нем не видно орешков хотя уже пора это что за дерево ольха какая-нибудь или либо липка должна цвести уже елочки елочки нет васильков девчонки нет не порадую себя васильками как же их люблю о чем-то так пахнуло вы что приятно осока сислерия голубая полярис у ирины возле дома ну там во дворе вот такие кочки белые растут огромные ой какие голубые кочечки луговик дернисты там еще что-то ничего что у вас тут а ну ладно 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 это девочки садик я сейчас для дачников говорю рядом с садами мечты бадан бадан гибридный полужанка двудомные облепиха или это не облепиха они похожи на облепиха 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 колючий девушка а это же зацветет будет голубеньким такой бить и у набирая цвет он как если при входе например дома частного дачи как оберег считается как отрицательной энергии что если зависли бы соседи поэтому он и такой колючий да да не такой уж колючий пощупайте и да вы меня окликнули я испугалась думала вдруг это нельзя его трогать что он колючий а внизу колючий вот поэтому и оберег да попробуй подойди то есть это вот как защита люди бывают зависит вот посадили при входе где тогда приходят возле дома где-то при возле ворот он на себя обращает внимание особенно когда зацветет да да и так вот обращать обратил внимание еще шарики такие а вот это тоже шишечки так это синеголовик он потом можно срезать и картики он как сухоцвет хоро что потом еще более синие хорошо вы недавно открылись на лет восемь как я вхожу сюда и в 10 лет это парку и мы тоже тут давно уже ну ладно спасибо большое иду думаю сейчас если будут васильки куплю куплю все пришло василек это горный васильок смотрите какой интересный я не про такой я поняла это экзот редко да ай моему сердцу милые синенькие вот эти наши как их люблю это вообще мои любимые самые цветы нету таких нет ну посадите уж пожалуйста следующий раз да посадите я уверена что многие любят васильки вас будут раскупаться вам моя идея хорош спасибо да до свидания ну что девочки по красоте погуляем сады мечты в билете купим и пойдем день еще в тенечке посадим здравствуйте пенсионная показывать вот тут тоже орех это же орех а вот они уже висят посмотрите так он поспит он поспит обязательно обалдеть здорово девочки как тут красиво все вылезено чистота смотрите кедр уже шишками обзавел ой какой плодоносный вы только посмотрите там ли шишки год вверху еще еще вверху все в шишках и вот шишки красота но они еще не спелые успеют бесплатный батут 200 рублей отдали детям они тоже 200 рублей все гуляйте а березка какая красивая раскидистая вся серьга как тут красиво как же тут красиво там вот где-то за забором бассейн бассейн я не знаю почему дети здесь я бы на их месте бассейн родителей утащила вот тут где-нибудь сесть в тенечке и сидеть тут каждый год все по-разному ну за исключением деревьев которые уже тут монолиты вот смотрите какая красота в прошлом году уже было не так эти вот синенькие цветочки смотрите какие они прекрасные загорать можно вот это дерево мне нравится очень прям шатер всегда он отвечает ой и парк этот такой огромный ходить не переходить тут видимо кафе и может ну да невидима точно тут кафе я просто не с той стороны зашла поэтому сразу не поняла вот на улочки можно посидеть рыбок уточек ой какой горячий сегодня пекло рыбищи рыбищи ох ты уточки интересно они вместе дружно живут ну утки такую рыбищу то наверное съесть вот такие же как голубые беленькие только шары висят бумага пластик стекло прочее ой ой жарище есть здесь укромное место я его давно обнаружено ну прям там возле заборчиков там так темно и прохладно поливает стригут ой как выложили тут брусчатку я сегодня пошла по другому там фонтанчик девчонки 200 рублей и ходи хоть весь день можно даже поспать на лавочке и поесть можно ну естественно за отдельную плату боже какая прелесть ой водичка какая теплая здесь подсветка вечером здесь красиво все полито все помыто здесь кстати прохладно вот здесь девчонки еще вот эти цветы люблю настурция как же мне она нравится вот эти листья круглые у мамы такие росли может тут васильки увижу хотя вряд ли ну почему бы их не посадить ладно в следующем году приду посмотрю может быть посадят для меня васильки буду требовать кстати вот эти цветочки в прошлом году тоже тут же сидели солнышки вот эти они может многолетние такой батут и такой батут так а где же это место то еще его найти не надо и качельки можно все стенечки сидеть ну давайте здесь сядем посидим где-то наверное вот здесь вот это местечко здесь кстати прохладно ой единственный шум от батута а прохладно как а прекрасно как а надежно как ты дышь ой как хорошо девчонки красота ну просто красота у меня водичка с собой обдувает так ветерком классно можно сидеть сколько угодно ибо я буду сидеть сейчас за людьми наблюдать интересно ну здесь не особо красиво здесь детям интересно а мне это вот малышей сюда запустите пусть плюхаются а вы сидите качаетесь ну и вы очень красивые оранжевый цвет летом мне нравится вот смотрите как классно брючки смотрится а я видела девочки сарафан льняной на женщине такого яркого оранжевого цвета она такая была сама оранжевая ну наверное приехала с Шира может быть может в Сочи была ну на Шира не такой загар там более коричневый а вот в Сочи прямо оранжевый загар ну по крайней мере у меня ой как прохладно прямо вот в затылок так обдувает хорошо фонари какие красивые вот такие мне именно вот эта форма нравится везде тут качельки 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 это наша пианинка неправильное пианино вот тут кстати можно сидеть тут вообще тишина можно уединиться тут ой посмотрите как красиво вы только посмотрите ой орехи уже хотела вам показать ну давайте вернусь вернусь орехи прямо гроздьями висят грецкие каруселька для детей легко крутится все деревянное прекрасное такое натертое так я вот сидела куда на качель видела прямо такая огромная гроздь орехов висела где-то на этом дереве я издалека видела сейчас подошла и не вижу так 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 ну я же видела вот вот они вот они орехи видно вам еще где-то видела это вот на этом дереве видела ну в общем вы меня поняли да орехи у нас растут грецкие и возможно тут даже вызревают так ну все ой пахнет а вот высаживают вы знаете хоризонтемами пахнет вот чем хоризонтемами пахнет но я не вижу хоризонтем стрикают стрикают сколько грецких деревьев орешников и 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 анталь фуксия растет от ее названия производная цвета фуксия на самом деле это такой цветок красивый видного красавица просто красавица ну солнце конечно пекло я щас там сидела в тенечке как хорошо тут прохладно камни девочки я зашла в командор тут есть аллея и вот тут прям как перед входом в аллее продают пироги что ли то есть если вы не хотите в кафе сидеть вы здесь можете купить ассортимент тот же самый но я вот хочу сейчас купить бруснику с сливками ну и сытненький бы купила с индейкой шпинатом но их уже разобрали вот девочки кто живет на взлетке не надо ехать на мира я-то из солнечного на мира еду а тут раз и пироговая есть своя но без стульчиков уже не посидишь здесь зато дома можно посидеть там кафе там а вот сытные есть а вот тогда девочки слышали да если вас день рождения берете на 2000 пирогов сытных и сладкий идет вам в подарок это тем у кого день рождения вот имейте ввиду не просто так ну ладно спасибо за информацию как я хотела бы тот пирожок девочки смотрите защита от клещей комаров алё белё белё это в хакасии озеро тоже личик продают с виду вроде нормально смотрится но как будто забротивший голубейка до 25 грамм 187 он там с скидкой голубейка так выглядеть уже порт так так красивые тыковки ждите меня осенью за вами придут так так 199,99 кабачки не хочу ничего готовить поэтому поэтому так так холод м м м м еда лимон не хотите готовить покупает а вот тут можно взять там хлебушек разный разный, разный вот этот мне нравится, с сыром целый багет готова съесть за раз ой, как пахнет хлебом красиво украсили, боже, боже красавец просто полуфабрикаты рыба тушенка ой, как тут прохладно, я хоть маленько сейчас оглашусь очень водянь, как в чатке, рыба икра ой, нет не хочу я икру, рыбу в такую жару собственное производство, у меня колбаски вот там здесь тоже всякие колбаски сырые, у меня, кстати, сыр на их ходе надо будет купить российский, молочный гав российский, что ли, взять? видите, вот тоже неплохой российский куплю вот такой голландский люблю очень вкусный ну ладно, не сегодня так и что а вот собственное производство каких тут только нет чипсы из оленины ой, нет не хочу я олени есть вот сырочек достаточно что-то нехорошо ой, аж прям нехорошо стало чипсы из оленины майонезник, молочка там айран вот продавали бы айран такой, как в Турции я бы покупала что? соленого огурца с укропом я ничего не понимаю неужели нельзя делать такие вкусняшки, как в Турции да блин не поставить может лежать? ну, у нас какой-то газированный вообще непонятно зачем ой, как тут холодно боже, как тут кайфово просто как в морозилке и все сырочек куплю и все купила пирог с китой и с зеленью сейчас приду домой чаек от мамы заварю травяной и буду наслаждаться в прохладе